Мы категорически отвергаем утверждение о блокаде Лачинской дороги Азербайджаном, сделанное Министерством Европы и Иностранных дел Франции 27 июля. Об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление Министерства Европы и Иностранных дел Франции от 27 июля о Лачинской дороге. Неприемлемо, чтобы французская сторона, которая ссылаясь на обязательства и переговорный процесс в рамках трехстороннего заявления и игнорируя существование в течение трех лет армянских вооруженных сил на территории Азербайджана, продолжение военных провокаций против Азербайджана, незаконный провоз вооружений и мин на территории Азербайджана, а также воспрепятствование Армении открытию коммуникаций ошибочно расценивало создание Азербайджана пограничного пункта пропуска Лачин как противоречащее обязательствам. Ссылаясь на решение международного суда, французская сторона забыла, что именно решением от 6 июля суд подтвердил полную легитимность пограничного пункта пропуска Лачин. Заявления Армении о ликвидации этого пункта и выводе пограничников были единогласно отклонены. Азербайджанская сторона обязуется и уполномочена осуществлять контроль и прозрачность на границе, предотвращать использование Лачинской дороги в незаконных целях, не допускать злоупотреблений на дороге. Несмотря на эти усилия, армянская сторона все же не отказалась от провокации, открыла огонь по пункту пропуска, предприняла попытку контрабанды и попыталась отправить грузовые автомобили на территорию без разрешения Азербайджана. Несмотря на эти провокации, азербайджанская сторона все же через Международный комитет Красного Креста создала условия для проезда армянских жителей через пункт. И всего за один день, 27 июля, через пограничный пункт пропуска Лачин был обеспечен проезд 34 человек на 7 транспортных средствах. Несмотря на то, что для перевозки больших объемов грузов на территорию были предложены альтернативные пути, в том числе Агдам Хан Кяньды, неуважение, проявленное к этому решению на суверенной территории Азербайджана, в течение длительного времени свидетельствует о том, что заявления, звучащие в связи с гуманитарной ситуацией, являются лишь спекуляцией. В контексте всех этих вопросов тот факт, что французская сторона по-прежнему проявляет молчание в отношении армянских провокаций и предвзято относится к Азербайджану, демонстрирует, что проводимая Францией политика ошибочна. В целом, прежде чем обмануться манипуляциями армянской стороны и сделать предвзятые заявления по этому вопросу, мы призываем еще раз подумать, чему служат подобные заявления против Азербайджана. Понять, что подобные заявления не служат мерею стабильности в регионе, говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана.